Сердечных дел мастера. Лучшим мировым кардиологам и хирургам надолго запомнится прошедшая неделя. В НИИ имени Бакульва впервые в мировой практике человеку пересадили сердечный клапан, сделанный из ткани животного. Причем в качестве донора выступила свинья. Под прицелом десятков фото и видеокамер сложнейшую операцию провел ведущий кардиохирург России Лео Бакерия. А уже на следующий день в столицу приехали врачи со всего света. В Москве открылся крупнейший 60-й международный конгресс Европейского общества сердечно-сосудистых хирургов. В последний раз такой конгресс проходил в Москве 40 лет назад. Тему продолжит Алексей Ляхов. Двустворчатый клапан из метральной позиции. Мы его будем ставить в двустворчатую позицию. Это самый важный момент операции. В сердце молодой девушки вшивают новый клапан. Еще недавно она даже не подозревала, что живет с тяжелым заболеванием. Но вдруг стало сбиваться дыхание, появилась постоянная усталость. Ее сердце сильно увеличилось. Жизнь пациентки оказалась буквально на волоске. Она жила плохо очень, потому что у нее из-за очень больших объемов развелась фибрилляция предсердия и трепетание предсердия. 24 года человеку. Поэтому она, естественно, у нее была тяжелая одышка, синюха. Врачи построили трехмерную модель сердца девушки, после чего с учетом анатомических особенностей стали подбирать клапан. В результате проведенных исследований выяснилось, что лучше всего на роль донора подходит свинья. Содержалась она в специальных условиях. Это свинья определенной породы, датской породы ландрас. Соответственно, в них кормим мы их только натуральными кормами, исключаем гормоны роста, исключаем какие-то антибиотики. Поэтому получается прекрасный биоматериал, который используется затем при таких операциях. Уникальная операция продолжалась более трех часов. По словам врачей, через несколько недель девушка сможет выписаться из больницы и вернуться к нормальному образу жизни. Светила мировой медицины уже назвали это новой страницей в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Операция проходила в преддверии открытия юбилейного 60-го международного конгресса Европейского общества кардиохирургов. Врачи из 40 стран приехали в Москву, чтобы обсудить новые методы лечения заболеваний сердца и поздравить российских специалистов с успешным проведением уникальной операции. Сердечно-сосудистые заболевания уже много лет остаются одной из главных причин преждевременной смерти людей. Только в нашей стране от этого недуга ежегодно умирает около миллиона человек. На первое место я бы поставила ишемическую болезнь сердца, ибо это одно из самых часто встречающихся заболеваний сердца, когда поражаются сосуды, которые питают его мышцу. Самое яркое проявление – это острый инфаркт миокарда. Конгресс работает в течение трех дней. Все это время его участники обмениваются премудростями хирургии сердца и знакомятся с инновационными разработками российской и зарубежной медицины. В центре внимания специалистов оказался новый заменитель крови. В отличие от своих аналогов, этот препарат не требует специальных условий хранения и совместим с любой группой крови. Единственный препарат, который мы можем переливать без совмещения группой крови – это перфторан, но он должен храниться в холодильнике замороженного в виде. Данный препарат может храниться в обычных условиях при температуре до плюс 30 градусов. В экстренных ситуациях, когда на счету каждая секунда, новый препарат оказался просто незаменим. Несколько месяцев назад жительницу США сбил грузовик. К тому моменту, когда приехали врачи, женщина уже потеряла почти полтора литра крови. Ей ввели кровезаменитель. Когда у нее упал гемоглобин, и в организме уже не хватало крови, чтобы обеспечить сердце кислородом. Заменитель сохранил ей жизнь. В течение двух дней она лежала под капельницей, а потом пошла на поправку. Сейчас она живет абсолютно нормальной жизнью. Это был превосходный результат для 29-летней женщины, у которой есть двое детей. За последние 60 лет медицина сделала огромный скачок в развитии. Новые технологии позволяют создавать имплантаты из биологической ткани, пересаживать донорские органы. Однако, несмотря на все достижения, существенно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России пока не удалось. Как считают врачи, чтобы изменить эту ситуацию, кроме непосредственного лечения, прежде всего нужно заниматься профилактикой заболеваний. Алексей Ляхов, главная тема. Субтитры создавал DimaTorzok